Доброе утро! Мы продолжаем нашу передачу в студии. Это первое весеннее утро. Вместе с вами встречаем мы, Марина Геттс и Степана Рефер. И желаем вам хорошей, прекрасной весны, ведь она уже началась. Да, сегодня я напоминаю, что Всемирный день кошек с нами была чуча, но она сейчас удалилась, ей нужно перекусить, но она обязательно появится в нашей студии. Ну а так как началась весна, все мы понимаем, мужчины особенно, что через неделю у наших прекрасных дам будет еще один праздник. Я носки не хочу, Степа. Ты мне подарила носки, так что я тебе говорил, что это инвестиция 8 марта. Да, как раз в преддверии 8 марта в картинной галереи открылись две выставки. Почему челябинцам стоит их посетить, расскажет наш гость. У нас в студии Галина Медведева, старший научный сотрудник Челябинского государственного музея изобразительных искусств, куратор выставки. Доброе утро! Доброе утро! С первым днем весны у вас, Галина Ивановна. Спасибо. Спасибо, что этим утро... В первое утро весны вы решили провести в нашей студии и рассказать о замечательной выставке. Расскажите, что за выставка, кто автор и работа? Ну, выставка, такое носит поэтическое название, я вас люблю, красавицы столетий. Это портрет, классический портрет, женский и цветочный тюрморт. Ну, такой тандем, цветы и женщины, наверное, лучше не придумаешь, да, потому что на протяжении всей своей сознательного существования вообще на земле женщины всегда себя украшали цветами. Поэтому вот наш такой известный святой Иоанн Кронштадтский не зря назвал цветы остатками рая на земле. Я думаю, что он исходил от легенды, когда Ева уходила из рая и была очень расстроена, она поняла, что она сделала, она горько плакала, слезы падали, из них вырастали белые лилии, которые вот как бы и отражали ее такое разочарование от того, что она сделала. Но Бог, видя это, что ее раскаяние искреннее, он решил оставить на земле частицу райской благодати. Это, конечно, цветы. Поэтому, ну, наверное, можно сказать, что земля улыбается цветами, особенно весной, когда все расцветает. Поэтому цветы, цветы, цветы на протяжении всех столетий, особенно начиная с 18 века, женщины всегда украшали себя цветами. Это и платье, я просто приведу вам два таких примера, очень интересные. Когда английская королева Елизавета I, это рыжая, явилась на бал платье, украшенным невидами в то время в Англии цветами. Это были гвоздики. Все платье было расшито живыми цветами. После этого в Англии стали выращивать гвоздику. Да, или второй, более поздний пример, когда Жозефина де Багарне, жена императора Наполеона I, тоже явилась на бал в платье, сшитом из лепестков фиалок. Уж сколько, какова была долгая или недолгая жизнь этого платья, но какой аромат от нее исходил, можно себе представить. Галина Ивановна, ну вот скажите, вот кому все-таки эта выставка будет интересна, какому поколению? Вы знаете, я думаю, что эта выставка будет интересна буквально всем. От мала до велика, не побоюсь этого сказать. Да, потому что портрет, это ведь не только человек, который изображен на этом портрете. Это эпоха, это мода, это косметика, это украшения, это, в конце концов, нравы, обычаи. Это все очень любопытно. Наверное, можно проследить тенденции развития. Да, потому что экскурсия, я так думаю, она будет начинаться с первого этажа, потому что там представлены классические портреты 18-19 века. На втором этаже это тоже есть, не в таком количестве. В основном это портрет середины 19-го века и 20-й век. Это уже практически наши современницы, но все равно это очень интересно. Мы решили, впервые такой опыт у нас был, это совместная выставка. Мы ее сделали совместно с Центром историко-культурного наследия. Они представили частную коллекцию главного хранителя Малоушкиной галии Асгатовны. Это флаконы духов 19-20 веков. То есть это и бабушки, и наши мамы могут это посмотреть. Это молодежь, потому что сегодня другие запахи, да, совершенно. Это не красная Москва, не шипор, а деколон, это совершенно другое. Представлены веера как атрибут, хотя веер изначально это был мужской атрибут, да, но вот это целая история. А потом женщины захватили. Да, женщины захватили, конечно. Это боевое оружие было когда-то. Ну, если говорить, то в 18 веке как бы искусство флирта доведено было женщинами до самого совершенства. Появляется любовный язык мушек, затем его сменяют любовный язык веера, который знала и та, и другая половина. Ну, а в 19 веке к нам с Востока приходит язык цветов селам. Поэтому пушкинская пора, женщины переписываются с мужчинами с помощью цветов. Галина Ивановна, вы потрясающий рассказчик. Я уже хочу бы на вашу экскурсию прийти, насладиться. Наши зрители сейчас видят на экране, где, когда и как состоится эта выставка. А мы вам хотим задать вопрос немного другой тематикой. Сегодня же еще Международный день кошек. Да, я знаю, да, с Чучей я познакомилась. Дело в том, что мы уже лет пять в музее. Ну, у нас много кошатниц, конечно, у всех дома есть кошки. Лет пять мы проводим в музее Международный день котов. Всегда в этот день. Сегодня, по-моему, групп 5-6. Это будет лекция такая небольшая. Вообще о жизни кошки, об истории ее, которая тоже очень любопытна. И это будет мастер-класс по росписи игрушек. Кошечек. Кошечек, да. Дети с удовольствием. И взрослые, которые приходят, все это делают, слушают это с удовольствием. Большое спасибо, Желина. Ну, куда же без кошек. Куда же без кошек. Большое спасибо. К сожалению, время прямого эфира ограничено. С первым днем весны еще раз вас. Мы напоминаем, что у нас в студии была Галина Медведева, старший научный сотрудник КГМИИ, куратор выставки. Спасибо. Да, ну а мы продолжаем говорить о кошках. И порой они, конечно, попадают в забавные ситуации. Давайте посмотрим прямо сейчас обзор интернета.